Золотая маска Внимания будет много, ведь премия «Золотая маска» – это престижная театральная награда. Она не подкрепляется денежным выражением, но это высшее признание. В этом году фестиваль проходил в 16-й раз и впервые на такой большой площадке. Зал гостиного двора разделен на три части. В первой встрече, во второй и третье действие. Какое? Об этом чуть позже. Одним из первых на этот вечер пришел народный артист России, президент фестиваля Георгий Тараторкин. До начала церемонии больше часа, но у президента ни одной свободной минуты. Надо ответить на вопросы журналистов, встретить гостей, кстати, среди которых и череповчане. Тараторкин приветствует их лично. Крепкое рукопожатие и знакомство. Удачи нам. Удачи нам. Мы очень ждем вас в городе. Я рад, что мы в этом году осенью поедем в Череповец. У Череповца есть желание, готовность и возможности. Гастроли московских театров в Череповце стали возможным усилием городских властей компании «Северсталь», которая уже на протяжении нескольких лет сотрудничает с фестивалем. И это подарок череповчанам ко дню города и в честь 55-летия Череповецкого металлургического комбината. В «Северстале» у нас уже достаточно давние, такие хорошие дружеские отношения. Мы давно сотрудничаем. И вот это предложение, которое поступило в год 50-летия «Северстали», в день города, подарок нашим горожанам, организовать вот такое мероприятие театральное, такого уровня. Поэтому у нас сомнений даже никаких не оставалось проводить его или не проводить. Фестиваль «Золотая маска» предложил нам провести этот проект и в Череповце, в городе, который является флагманом нашей индустрии. При этом очень хорошие условия партнерские, потому что Министерство культуры наполовину будет поддерживать этот проект. Одна из задач «Золотой маски» – это чтобы как можно больше россиян увидели лучшие спектакли. И поэтому уже на протяжении последних восьми лет обязательные гастроли по российским городам. Вера Васильева, 62 года в театре. Очень любит гастролировать по России и знакомиться с новым зрителем. Большое счастье ощущать всю нашу страну. Она огромная. И чувствовать, что есть потребность в театре, в искусстве. Иногда бывали моменты, когда, допустим, выходили и дарили не цветы, а баночку собранных грибов. Понимаете, в этом была какая-то очень такая русская доброта. В этот вечер Вере Васильевой была вручена высшая награда. Она стала лауреатом премии за честь и достоинство. А вот Валерия Ланская – номинантка «Золотой маски». Узнав, что мы из Череповца, сразу вспомнила нашего зрителя, доброго и понимающего. В «Золотой маске» принимают участие впервые. Там получу-не получу – это уже как получится. Но сама номинация очень мне это дорого и важно. Я рада, что так получилось. Частливо. Одна из постановок, которая будет показана у нас – спектакль «Осада». Привезет его МХТ имени Чехова, художественный руководитель которого Олег Табаков. Говорит, что это достойная работа. Мерифорец? Вы знаете, у нас недостойные спектакли. Я снимаю с репертуара. Ленкомовцы привезут спектакль из отмения. Другое название – полет над гнездом кукушки. О том, что люди творчески предпочитают вечерний и ночной образ жизни, еще раз доказал фестиваль «Золотая маска». Начало 8, но начало торжественного вечера задержалось. По московским меркам это нормально. Все закончилось после 11. А к полуночи началось самое интересное – это общение и поздравления. В этом году новшество. Сначала представление, а потом вручение. Всех гостей встречали античные скульптуры – мраморные и бронзовые, причем живые. Правда, поговорить статуи с нами отказались – в образе. Это актеры Народного театра живой скульптуры Зевпатории и Крымского театра. Попасть на финал «Золотой маски» можно только по приглашениям. А вот на конкурсный спектакль купить билет мог любой – стоимость от 500 до 6000 рублей. Зал амфитеатра в этот вечер полон. Праздник начинается, и скульптуры оживают, и снимают маски. Звуковое сопровождение действия – удары в барабан и аплодисменты, которые порой выдают победителям. Евгений Миронов, рассказывает с нашим шумам, театр «Народный» Москва. Самое популярное слово вечера – спасибо. Больше всех наград осталось в Москве – 23. В Питер отправилось всего лишь шесть масок, а в Перм – четыре. Главная награда победителя фестиваля – это «Золотая маска». А главная награда для зрителей – это, конечно, афиша фестиваля, куда входят лучшие российские спектакли. И эти спектакли не только понравились зрителям, но, что самое главное, запомнились. И, наверное, еще что самое главное, то, что эти спектакли увидят не только в Санкт-Петербурге и в Москве, но и в других городах России, в том числе и в Череповце.